нет вопрос у нас тут со всего дома значит полотенчики третий подъезд какая там ну начиная 70 73 это как именно этот полотенчик единственное что не вообще не фурыч и никаких признаков жизни не подает полотенчик полотенчик именно полотенчик то есть там не теплеет не вы раз воздушиваете да если вот сейчас просят то что же они греша не этим занимается потому что мы звоним получается сейчас вот люди звонят в этот в тепловодоучет это они говорят что к вам обращались все правильно да делаете ну ясно ну какой стоять конкретно аккуратно слушай у вас тут теперь жарко стало тепло тяжелее работать они он все жаре щита подвалить тепле и посмотрим но так давай какой стояк определяйся здесь вы уже покрасили все да все заглушки запорная арматура все есть печать грэм за слушаю тебя грэмблок нацепляю его потом вообще он они его сожру херам в каплях а ну смотри короче потому что я домой прихожу даже иногда забываю богачи отряхнуть это старая такая стала но это потом срежет они ну как что остальное смотрите там наверху отсюда вот отсюда вот как раз и уходит полотенчик вот и пошли так что остальное смотрите там наверху так а тут у вас полотенчик трогайте вы не пасмазь трогайте вы трубу трогать вот 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 горячий да у него горячий а как это может есть вот трогать это же как можно вы подругами чтобы понять отсюда уходит горячая вода так если завоз если полотенчик холодный значит это за воздушным где-то там больше получается и что делать надо воздух сверху сбрасывать начинать что получается ну это надо искать место проходите горячая горячая где горячая холодная вот то место и является это сам это то есть получается мой возможно полотенчик неровно стоит да или может быть такое может быть это самое все-таки где-то завоздушено и поэтому бывают а как раз воздушить это значит нужно найти это вот место где разница температур но разницы температур поэтому если есть это жалобы надо искать ниже ниже потрогали если горячие значит это самое где-то на каком-то так скажем на каком-то расстоянии между горячим и холодным там есть это сама и значит получается нужно искать там возможность сброса воздуха если нету сброса воздуха то значит возможно наверно и перезапускать но это получается ситуация нестандартная этим заниматься должен жек уже да правильно вы или походу да потому что вот у вас было подробно и вот горячие вот горячие отсюда ушло на тишину что горячая это полотенчики вот они вот они все значит здесь вот трогайте вот не трогайте вот ну если лицом стоять тут левая левый стояк если лицом вернуться значит с этой стороны да вот это вот четыре квартиры именно вот вот это ну вот горячая сама не ну все она здесь горячая второй этаж этот говорил что у него тоже холодный у снежанки холодный треки вот это все по одному стояку да все вот один стоят но тогда начали пробуйте как таким вот способом мы просто также нашли одну это самая воздушную яму таким же способом здесь была горячая день была холодная мой порт на просто сбросили потрогали кран на и потом хоп она все пошло нормально но это короче тогда надо идти в жек потому что подрядчики не будут по квартирам ходить они здесь занимаются квартирам это сами можем пробить только это же когда тогда что вопрос как велико снимается первый этаж подошли попробовать горячее на второй этаж попробовали значит холодно значит вот он это самое уже во втором этаже ну помещу первым и вторым мы нам главное объяснить но где искать так надо андрюха давай-ка мы найдем где у нас это вентиляционная шахта стоит давай посмотрим какую-нибудь осмотрим сейчас а его его и так не надо садить нагибать сразу где-то тут должен быть фунтан они как отдельно должны стоять прям как как короб а ну да да вот она и есть вот она и есть вот это фундамент вентиляционной шахты вот а сверху вот она кирпич видишь вот они есть вот она вентиляционная шахта но вот и и здесь короче не видно ничего и здесь она с кирпича доложено видать а там уже как-то там же они должны быть блоки вот эти но ригель и вот это она а это вот этот тут подъезд или что это вот это вот такое за комната перегородка как комната для комната же проходит получается как бы карман какой-то так если это 73 то я скажу что это что это что кто-то сделал себе побрит что ли какой-то побрит из той стороны заходила 73 побрит из той же 3 есть нет я штамжу на да ты маленький под пол да да ты чё а я сотрю думаю чуть у за комната такая а больше у нас нету погребов здесь раньше жил не то есть он сам себе запаса вот охренеть блин ну ладно принципе нам-то не жалко чуть погреб это хорошо а вот еще к вам вопрос по теплообменник у нас есть такая информация что эти теплообменники в городе нигде не запущены потому что над а вы не местные же да вы из красноярска они у нас же вы их получается они под не должны подключить как положено закрытую систему вот эти согласно плана есть план где все прописано написано значит если он здесь есть значит он здесь должен быть так иначе он наличие не а работать он будет конечно бы нам просто если стоит значит работать однозначно будет он же не будет для красоты а вот нам начальник сказал сам что а не хватает давления на тест и сами нагнетать да и они везде отключены стоят а система продолжает работать как в открытом режиме и что не хватает температуры нагревать полотенчики и горячую воду и поэтому тоже по этой причине здесь вот давайте знаете все такие самое решание завтра будет подходите и но это уже точно а вот вообще это возможно теоретически вот вы сейчас сварили вот эту всю систему создали но отключить и без него использовать эту систему можно не лога не нет нет смотрите если по плану есть значит просчитана и того что также не будет же просто навсок для красоты ну это всё это вся система должна работать русала углы согласен для красоты я бы никогда не встречал что были просто наделали для красоты но чтобы это не работал да если это все стоит значит а все работает на себя просчитаны и вышка но понятно я думаю там кто это还有 дело не сидят дурачки на какую-то балду или ерунду вставлять не будут просто сейчас даже путин отменил вот он дал приказ чтобы отменил обязательные закрытые системы ввиду того что это все сложно и срастается и и плюс нам начальник вот водоканала сказал что они у нас в отчинске все отключены вот эти теплыми не кисто я не от на но дело то что знаете что так вот вы на сегодняшний день видите вот это вот сооружение но с таким же сооружение встречался это человек который вам что-то говорила и вот это вот сооружение есть разница визуально и визуально и визуально системой хитрее да один мужик сама сказал это где-то настройки все может вверху в космос сейчас на данные подожди а сейчас надо этого давайте значит мы все-таки с мясными дураки сидят это раз второе дождемся грешанию он там точно уже скажет все как хорошо еще вот один последний вопрос сейчас на данный момент теплообменник не в работе еще под я не могу вам точно сказать и еще вопрос техническая документация вот проект вот этой всей системы он у вас на руках есть у конец в подвале есть нам бы его отфотографировать хотелось бы что у нас был завтра приедет ладно все ясно ладно все чё тут вы нам скажете как работа идет здесь все хорошо это идет согласно плану все отлично да все понятно самое главное это примерно еще у вас сколько у нас здесь задержаться вы планируете да вы не беспокойтесь мы пока здесь хорошо не сделано но не будем мужикам придем справим поэтому пока мы здесь хорошо надежно и все хорошо не делал мы отсюда не уйдем так что не переживайте да мы не переживаем просто интересуемся конечно на всем интересно мы же будем мы сидеть вот это на второй раз уже покрасили трубы все работает все нормально так что-то там да и по этому самому да 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 пройдите в районе потому что отсюда 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 и здесь выхода идет защитная ада здесь горячий так что как говорится пробуйте смотрите бургина значит пойдем дальше искать какие-то балансированные о его я аккуратненько грэм ты чё попался под ногу регулятор давления что ладно пошли мы будем отвлекать или вот система или вот да да через год вот клатни решил что надо заново делать Ладно, счастливо. До свидания. Так, ну что?